Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 12 февраля, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Василия, Григория, Иоанна, Ипполита, Пелагея, Владимира, Стефана. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память новомучника, священномучника Ирея Владимира Хрещеновича. Священномучник Владимир родился в 1876 году в деревне Гизгалы Лицкого уезда Виленской губернии в семье крестьянина Ивана Хрещеновича. В 1911 году Владимир окончил Слуцкое духовное училище и поступил служить псаломщиком в церковь святителя Николая Чудотворца в селе Горки Бобруйского уезда Минской губернии. В 1930 году епископ Слуцкий Николай рукоположил Владимира Ивановича во священника к Никольской церкви. Живя в Горках, отец Владимир часто посещал соседний приход в селе Язль, где не было в то время священника и служил здесь в храме Преображения Господня. В 1932 году отец Владимир произнес в храме проповедь, которая послужила поводом к его аресту. В ней он, обращаясь к прихожанам, сказал, «Братья, Господь сотворил человека и в его воле сделать с ним, что захочет. Нужно слушать его и веровать в него, ходить в церковь и молиться Богу. Единственное наше спасение — это Господь». Отец Владимир был арестован 27 декабря 1932 года. Вместе с ним арестованы псаломщик, церковный староста и несколько прихожан Преображенской церкви. Отвечая на вопросы следователя, священник сказал, «Да, я как священник, будучи обречен на нищенскую жизнь, выражал недовольство политикой советской власти. В связи с тем, что в селе Язль нет священника и там имеется церковь, я по приглашению верующих совершал в ней богослужение. В семье он из тюрьмы писал, «Дорогая, ценнейшая жена и дети, спешу поздравить вас с Новым годом, с новым счастьем. Дай Бог перенести вам все тяжести и скорби от злых людей, козней дьявола, восставшего истребить нас. Всевышний не допустит этого и может помочь нам перенести все тяжести креста. Прошу вас не забывать Бога, от Которого все зависит». Супруга отца Владимира Софии описала ему в тюрьму, «Благодаря Всевышнему мы все живы и здоровы, того и тебе желаем. Поздравляем тебя с наступающим Новым годом, о нас не беспокойся. Напиши мне все подробно, а именно, за что ты обвиняешься и о чем тебя допрашивают. Может быть, тебе надо валенки или ватные брюки, то я постараюсь прислать». Была я в Слуцке. В ночь на 18 декабря у архиерея был обыск. 12 февраля 1933 года священник Владимир Хрещенович, псаломщик церкви, староста и один из членов церковного совета были приговорены к расстрелу, а остальные прихожане к различным срокам заключения. Вскоре после приговора отец Владимир и все приговоренные с ним были расстреляны. На прошлой неделе мы праздновали девятилетие телеканала «Союз» и собрались сотрудники на небольшое чаепитие. Мне как-то очень захотелось и поздравить, и пожелать, и выразить свою благодарность, и благодарность Богу за то, что мы являемся участниками чуда. Потому что то, что является сейчас Союзом, телеканалом, православным, это потрясающее чудо. Какими ресурсами это делается? Ну, имеется в виду и материальными, и человеческими, по сравнению с теми каналами, которые хорошо финансируются. НТВ, АТН, РТР, ну и прочее, прочее. И тем не менее, пусть, может быть, не вполне так профессионально, как на светских каналах, но в простоте и в искреннем желании миру, миру целому. Потому что фактически весь мир в любой точке, ну за исключением, не знаю, когда-то это было, сейчас, может, это исправлено, на Австралии и Гренландии, везде по телевидению, по спутниковому можно найти телеканал «Союз». Свежий глоток чистой воды, свежего воздуха. Люди имеют возможность там, где нет храмов, нет богослужения, может быть, даже нет православной литературы, слушать и Священное Писание, и Святейшего Патриарха, и жизнь Церкви, и служение Церкви этому миру делами милосердия. Это потрясающее чудо, чудо, которое милостью Божией Господь дает совершать. У одного из святых нашел утешительные слова, которыми, наверное, немножко получилось утешить руководителя, игумена Дмитрия, что порой за недостаток дел Господь воспринимает пользу от тех слов, которые говорит человек и являет ему милость. Утешительные слова, что, может быть, те примеры истории, те слова, которые звучат от ведущих телеканала «Союз», они находят отклик в сердцах и приносят духовную пользу. А за это Господь, мы надеемся, и нам явит свою милость. Ну и, конечно, главное пожелание сотрудникам, ну и всем, всем вам, дорогие телезрители, чтобы не остаться только слушателями, потому что не слушающий Слово Божие прав перед Богом, но исполняющий Его, что мы часто имеем возможности гораздо более великие, чем у других народов, у других рас, ну, может быть, на других континентах. Потому что каким-то образом Господь Русь облагодетельствовал тем, что мы сохраняем православие, что очень много на Руси храмов. Больше всего на земле храмов построено именно на Руси. И, имея это великое сокровище, ну, как бы не остаться вне его, имея храм на соседней улице, так часто мы изо дня в день проходим мимо, даже слышим колокольный звон, но не переступаем через его порог. Знаете, может случиться так, камень лежит на дне реки, со всех сторон водой чисто омывается, но внутрь себя так никогда его не воспринят, не воспримет воду. И вот очень хотелось бы, чтобы все сотрудники и телеканала «Союз», и церковных всевозможных служб, и все христиане, слыша Евангелие, слыша проповеди, они впитывали и приносили плоды. Ну, кто-то в 30, кто-то в 60, а кто-то, может быть, и в 100 крат. Дай всем нам, Господь, спасение во Христе Иисусе Господе нашим, которое достигается, с одной стороны, благодатью Божией, а с другой — верой и решимостью жизни по вере каждого христианина. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok